Зачастую трудовые обязанности сотрудников связаны с необходимостью совершения поездок. Кто-то весь день находится в разъездах по городу, оформляя документы для начальства, другие работники вынуждены ездить в другие города и даже страны для заключения сделок. Еще чаще работники предприятий трудятся до поздней ночи и возвращаются домой поздно, когда общественный транспорт не действует. Но лишь изредка компания нанимает водителя для развоза сотрудников, во всех иных случаях приходится возмещать транспортные расходы и выплачивается компенсация расходов сотруднику. Компенсация расходов сотруднику. Какие транспортные расходы должны быть возмещены? Возмещение затрат на проезд обязанности работодателя, прописанное во внутреннем уставе предприятия и установленное трудовым законодательством. В том случае, если сотрудник выполняет трудовые обязанности развязного характера или вынужден пользоваться услугами общественного и любого другого транспорта для исполнения должностных функций, наниматель обязан возместить связанные. С этим затраты. Читайте также статью «Льготы по трудовому законодательству». Компенсация расходов сотруднику, использующему личный автомобиль в рабочих целях. Если сотрудники компании вынуждены использовать свои автомобили для выполнения служебных обязанностей, работодатель должен компенсировать расходы, связанные с заправкой и обслуживанием транспорта. Но это касается только тех случаев, когда условия эксплуатации машины были оговорены в момент трудоустройства, и работодатель дал свое согласие на выплату компенсации. При этом договор между сотрудником и нанимателем не должен быть устным условия использования автомобиля работника, и выплаты ему компенсации должны быть закреплены в трудовом договоре. А поскольку законом не установлены конкретные суммы компенсации и порядок их выплаты, об этом также должно быть упомянуто в тексте договора. Возмещению подлежат эксплуатация автомобиля, износ транспортного средства, компенсация в случае аренды автомобиля у сотрудника. Еще одним вариантом законного использования транспортного средства сотрудника компании в рабочих целях является аренда машины у владельца. При этом, как правило, сам владелец и управляет автомобилем. Если наниматель и работник договариваются о таком порядке эксплуатации транспорта, прописав условия оплаты в договоре, возмещению будут подлежать следующие расходы аренда автомобиля, расходы на оплату горюче-смазочных материалов и техосмотр, ремонт поломок автомобиля, содержание транспорта. Читайте также статью «Компенсация за вынужденный прогул по вине работодателя». Компенсация расходов сотруднику, покупающему проездные билеты в общественном транспорте. Если выполнять трудовые обязанности невозможно без пользования услугами общественного транспорта, наниматель должен компенсировать сотрудникам затраты на покупку проездных билетов. Возмещение затрат будет включать в себя оплату, самого проездного билета, на автобус, маршрутное такси, электричку, трамвай и т.д., расходы на оформление услуг по перевозке пассажиров, затраты на оплату постельных принадлежностей. В поездах список всех работников, которые имеют право на получение подобной компенсации, а также размер возмещения затрат, должен быть утвержден в трудовом договоре и иных внутренних нормативных актах компании. Читайте также статью «Как оформить больничный во время отпуска в 2020 году». Компенсация расходов сотруднику за пользование услугами такси. Когда речь идет о пользовании общественным транспортом, услуги такси работодатель не оплачивает. Но характер некоторых работ связан именно с использованием такси, а потому наниматель обязан возместить подобные расходы, так как они оправданы. Компенсации должны быть регламентированы трудовыми договорами и внутренними нормативными актами компаний. Компенсация дополнительных расходов сотрудникам. Поскольку на работодателя лежит обязанность компенсировать затраты работников, связанные с селом-проездом в рабочих целях, наниматель определяет, по какому маршруту и на каком транспорте будет осуществлен переезд. Если сотрудника отправляют в командировку за границу, компенсации подлежат некоторые дополнительные его затраты, так или иначе связанные с возможностью выезда за рубеж, оплата жилья, отель, съемная квартира, ежедневные расходы на проживание суточные, оплата сборов и комиссии за транзит автомобилей и право выезда, оплата комиссии аэродромных, консульских и т.д., приобретение медицинской страховки, госпошлина за оформление загранпаспорта. Какие документы нужны сотруднику для получения компенсации затрат? Если сотрудник не представил документы, подтверждающие понесенные расходы, связанные с селом-проездом, руководитель имеет право возместить затраты на свое усмотрение, оплатить проезд по минимальной стоимости, отказаться от компенсации. Расходов, но не в случае, если работодатель является руководителем ГОС. Структур. Чтобы работодатель возместил все транспортные расходы, необходимо написать заявление на его имя с просьбой оплатить понесенные затраты. Унифицированной формы заявления нет, но в нем должны присутствовать следующие сведения. Фамилия, имя, отчество сотрудника, дата поездки, период времени, проведенный в поездке, маршрут и цель поездки, величина фактически понесенных. Расходов по пунктам и общая сумма, перечень документов, подтверждающих затраты. К документам, которые свидетельствуют о понесенных расходах, относятся следующие. Билеты на проезд любым видом транспорта до указанного в заявлении места назначения и обратно. Посадочный талон при перелете на самолете, если необходимо. Доказать необходимость следования окружным путем, берется справка с вокзала, доказывающая отсутствие прямого поезда, если приходится доказывать обоснованность переноса сроков командировки, оформляется справка с ЖД вокзала АП. Отсутствие ежедневного рейса. Законодательные акты по теме. СТ-8ТК РФ о том, что компенсация расходов на проезд сотрудника не облагается страховыми взносами типичной ошибки. Ошибка. Сотрудник не успел купить билет на поезд и вынужден был отправиться в командировку через неделю. Он не сообщил об этом работодателю. Комментарий. В случае отсутствия ежедневного рейса, сотрудник обязан оформить на вокзале соответствующую справку, иначе наниматель может назначить административное взыскание или не оплатить расходы на переезд. Ошибка. Сотрудник не сохранял все документы, подтверждающие расходы на переезд к месту встречи с клиентом по работе. Комментарий. Если работник не представит документы, свидетельствующие о затратах на проезд, работодатель имеет право не компенсировать расходы. Ответы на распространенные вопросы о том, как назначается компенсация расходов сотруднику. Вопрос номер один. Нужно ли облагать страховыми взносами компенсацию расходов сотрудника на проезд? Ответ. Нет, компенсационные выплаты страховыми взносами облагаться не должны. Вопрос номер два. В момент трудоустройства не предполагалось, что предприятие будет арендовать автомобиль работника, а потому в трудовом договоре об этом написано не было. В данный момент возникла необходимость получение компенсации за использование личного автомобиля сотрудника, как гарантировать, что работодатель возместит расходы? Ответ. Необходимо заключить отдельный договор об использовании личного имущества сотрудника, указав суммы компенсации и порядок их выплаты, после чего приложить договор к трудовому контракту. Видеосоветы. Какая компенсация полагается за разъездную работу? В видео раскрывается информация о том, кто и в каком размере должен компенсировать расходы на разъездную работу. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!